Добрый день, уважаемые пациенты. Я сейчас попытаюсь рассказать про такую большую теперь область системного лекарственного лечения в онкологии, как иммунотерапия. Иммунотерапия включает в себя множество препаратов, множество подходов. Я попытаюсь раскрыть основные методы лечения, которые сейчас доступны в онкологии и попытаюсь разъяснить тактику лечения пациентов иммунотерапии в условиях пандемии. Хочу сказать, что иммунотерапия изначально была замечена врачами и учеными еще в XIII веке, когда доктора заметили, что на фоне какого-то локального воспаления заметили уменьшение опухоли. Но это было описано в нескольких работах. Таким образом, этой темой занимаются давно, интересуются давно. Считается он, конечно, одним из старейших методов лекарственной терапии. Основной принцип, естественно, это привлечение иммунных сил организма на борьбу с болезнью. На этом слайде представлена сложная схема нашей работы иммунной системы. Надо сказать, что если говорить про чекпоинт-ингибиторы, которые сейчас играют основную роль в иммунотерапии злокачественных образований, их основной механизм действия заключается в том, что опухоль, когда появляется в организме при помощи определенных рецепторов, таких как, например, CTL4 или PD-1, становится как бы невидима. Я попытаюсь такими достаточно простыми словами обрисовать достаточно сложное взаимодействие опухоли и иммунитета человека. Она становится невидима для антител, для лимфоцитов нашего организма. И вот эти препараты, они блокируют эти рецепторы, тем самым как бы срывают маскировочную сеть с опухоли. И основной противоопухолевый эффект достигается тем, что происходит воздействие наших с вами, там, Т-лимфоцитов и других иммунных факторов на эту опухоль. Основные методы иммунотерапии, успехи в иммунотерапии, которые нам сейчас известны, это вакцинотерапия, цитокина, антитела, эффекторные клетки, ингибиторы сигнальных молекул. Так как иммунотерапия развивается достаточно сейчас быстро, показывает эффективные, высокие результаты в лечении онкологических процессов, то и сами локализации, гистологические подтипы, по которым применяется иммунотерапия, постоянно расширяются. Сейчас даже в профессиональном сообществе появился такой термин, как педеломы. То есть это те клетки, которые отвечают на лечение ПДЛ-ингибиторами, СТЛ-4-ингибиторами. Этот список достаточно большой. Это и рак легкого, и меланома, где иммунотерапия, на наш взгляд, произвела просто революцию в лекарственном лечении. Основной принцип современной иммунотерапии заключается в том, что она универсальна. То есть препарат ПДЛ-1, ингибитор тот же, там, неволумаб, пембролизумаб, они применяются как для меланомы, так и для рака легкого. Разные могут быть режимы, разные могут быть линии лечения. Но принцип один и тот же. Также одним из таких уникальных принципов, отличающих иммунотерапию, например, от классической химиотерапии, заключается в том, что если эффект реализуется, и мы, как бы, организм учим бороться с опухолью, то этот эффект может быть достаточно длительным. Даже описаны случаи, даже после одного введения иммунопрепарата, там, ПД-ингибитора, эффект может длиться годами. Это обусловлено тем, что иммунная система, как бы, обучается работе против опухоли, и эти эффекты достаточно длительные, они не такие, как, например, химиотерапия. Это обусловлено и так называемой иммунологической памятью. Но и наряду вот с такими головокружительными эффектами мы столкнулись с совершенно несвойственной для той же химиотерапии группой нежелательных явлений, которая обусловлена аутоиммунными процессами, которые, когда мы заводим этот иммунитет наш, он может, конечно, давать определенные нежелательные реакции, и я о них остановлюсь чуть позже. Там есть свои интересные нюансы, не классические для химиотерапии. Ну, вот это пример из нашей клинической практики, нашего отделения, отделения химиотерапии. Здесь показан эффект лечения у пациентов с меланомой при очагах в головном мозге после лечения комбинации PD-1 и CTL-4 ингибиторами, это не вулумаб с эпилюмабом. Надо сказать, что наш организм достаточно сложная система, в которой, например, головной мозг и половые органы, они защищены более гематоэнцефалический барьер, он более, как сказать, менее проникаем для каких-то цитотоксических веществ, там, ядов. И иногда метастатическое поражение головного мозга, даже при эффекте там локальном местном, где находится опухоль, например, там в легком, очаги в головном мозге – это одна из проблем, потому что препараты туда хуже проникают. Вот для иммунотерапии это совершенно не проблема, потому что основным цитотоксическим действием является воздействие телефонцитов на опухоль. Поэтому мы видим вот такие вот хорошие ответы, в том числе и при поражении головного мозга. И надо сказать, что вот это лечение иммунотерапии, оно обязывает и пациента, и врача быть в постоянной коммуникации с друг с другом, потому что развитие тех же иммуноопосредственных нежелательных явлений, оно может развиваться не как, например, когда мы проводим химиотерапию, да, прошло 3-4 недели, мы видим анализы крови, всё, мы понимаем, что риск возникновения той же фибрильной интерпении, его нет, потому что уже организм, костный мозг восстановился после токсического воздействия. Вот аутоиммунные осложнения, которые возникают на этой иммунотерапии, они не имеют привязки ко времени. То есть они могут возникнуть там через месяц, через два после введения иммунопрепарата. И когда мы пациента начинаем лечить и определяем такую тактику лечения, в которой присутствует иммунотерапия, нам необходимо проговорить все возможные риски и варианты, как должен поступать пациент. Я немножко дальше на этом остановлюсь. Вот это основные критерии, да, по которым основывается лечебный процесс в процессе иммунотерапии. Итак, осложнения. Осложнения иммунотерапии, они, конечно, да, как я сказал, посредны иммунной системой. Обычно это аутоиммунное воспаление. Это когда в здоровых клетках, в здоровых тканях организма, не пораженных опухолю, происходят какие-то аутоиммунные процессы. То есть иммунитет начинает атаковать здоровые органы. Вот на этом слайде представлены основные группы органов, по которым развиваются эти осложнения. Очень часто это со стороны кишечника, калит, диарея. Со стороны кожи это сыпь, зуд. Частые осложнения со стороны печени, это гепатит. Он может быть совершенно бессимптомным. Мы можем его заметить только по биохимическому анализу. Но также со стороны эндокринной системы это гипофизит, тиреидит. Недостаточно надпочечников. На этом графике представлены сроки возникновения осложнений. По нему видно, что они могут быть совершенно непредсказуемы. Хочу обратить внимание, что на любом этапе развития осложнений пациент должен сообщать об этих осложнениях врачу, потому что тактика лечения этих осложнений, она совершенно другая, чем, например, при химиотерапии. Чем раньше начнешь ее лечить, тем есть возможность раньше закончить. Также лечение этих осложнений проводится глюкокортикоидами. Оно достаточно длительное, в среднем в районе 4 недель. И тут надо понимать, что если неадекватно пролечить эти осложнения, то они могут вернуться в более глубоком таком варианте. На этом слайде представлены осложнения, такие как колит аутоиммунный. Здесь мы представили основные рекомендации по питанию, когда развиваются такие осложнения. Я не буду зачитывать, тут видно. Пациенты могут сфотографировать. Я немножко дам время для слайда. Продолжение следует... И лечение этих осложнений, в частности колита, это соблюдение диеты. Длительный прием, как я и сказал, кортикостероидов, это гормонотерапия. Она назначается доктором. Необходимо понимать, что само лечение в этой ситуации, оно недопустимо. Все лечение должно контролироваться лечащим врачом, имеющим опыт работы с иммунологическими препаратами и иммуноопосредованными нежелательными явлениями. При тяжелых формах, а это опять же определяет врач, когда пациент сообщает ему те или иные жалобы, конечно, необходима госпитализация. И там, если нет эффекта от гормонотерапии, применяются специальные иммунные супрессанты, которые блокируют вот этот вот иммунный шквал, который формируется у человека. Следующее осложнение – это осложнение со стороны кожи, это различные сыпи, а также зуд, которые могут… Это вот фотографии наши, которые мы наблюдали у нас на отделении. Также они лечатся глюкокортикоидами, они лечатся гормонотерапией. Назначание этой терапии производится лечащим врачом, это очень важно. Чем раньше пациент сообщит о возникновении этих осложнений, тем эффективнее будет эта терапия, тем меньше нужно будет… Тем меньше длительность этой терапии и глубина этих осложнений. Со стороны печени, вот, как я и говорил, это обычно гепатит, он может быть совершенно бессимптомным, то есть пациент будет себя чувствовать прекрасно. Вот здесь описаны жалобы, да, вот то, что может быть. И мы встречали такие варианты, когда мы проводили иммунотерапию, и на фоне полного благополучия мы видели повышение трансаминаза, вот таких цифр. Со стороны эндокринной системы также большое количество осложнений. Здесь основные я представил, какие могут быть жалобы, возникающие на фоне иммунотерапии. Со стороны дыхательной системы мы видим пульмониты, так называемые, когда идет аутоиммунное воздействие на ткань легкого, снижается жизненная поверхность легкого, и мы получаем клинику такую, как при пневмонии, например, той же самой. Да, и опять же, врач, который проводит иммунотерапию, он должен быть знаком с этой ситуацией, он должен знать об этом, что такая ситуация возможна. Ну, из редких осложнений тут стоматиты могут быть, гласиты, артрит. Ну вот, здесь я могу зачитать такое резюме, о чем мы говорили, да, большинство осложнений возникают в течение лечебной фазы, но они могут быть и поздними, возможно, позднее развитие осложнений. Осложнения могут иметь волнообразное течение, обычно, если их недолечить. Если их недолечить правильно, то осложнение возвращается с большей силой и с большими проблемами. Эти осложнения лечатся длительно, гормонотерапии, с постепенным снижением. Здесь, конечно, нельзя это лечить самостоятельно, нельзя лечить в учреждениях, где незнакомы с принципами иммунотерапии, именно злокачественных образований. Обязательно связываться с лечащим врачом, сообщать о своих появлениях тех или иных симптомов, не отказываться от госпитализации. Основной принцип, конечно, заниматься лечением осложнений и введением иммунотерапии должны в специализированных учреждениях специалисты, знакомые с иммунотерапией. Конечно, перед началом лечения мы проводим беседы с пациентами, рассказываем о возможных рисках, возможных пользе этой терапии. При некоторых нозологиях иммунотерапия является основным методом лечения. И сейчас я бы хотел остановиться на той ситуации, которая у нас сейчас сложилась с пандемией, с коронавирусом. Разные препараты, например, там, Неволумаб тот же, имеют несколько режимов введения. Когда, если вдруг вы, по какой-то причине, на ваш взгляд, вы думаете, что доктор, который вам проводит иммунотерапию, необоснованно делает, увеличивает интервалы между лечением. Я прошу вас не беспокоиться по этому поводу, потому что даже вот в американских рекомендациях, практических по лечению онкологического процесса, опубликованы рекомендации, где они рекомендуют удлинять интервалы между введениями иммунотерапии. И многие режимы этого введения позволяют это сделать. Например, тот же Неволумаб можно делать в удвоенной дозе, но уже один раз в 28 дней. Большинство других ПДА1 ингибиторов также. Также это необходимо для того, чтобы просто сократить количество посещений лечебных учреждений, которые сейчас просто находятся в высокой зоне риска заражением ковид-инфекцией. Поэтому, если доктора удлиняют интервалы лечения, это не значит, что они выбиваются из протоколов. Эти рекомендации, которые формируются, в том числе и на базе НССН, они проходят определенный анализ клинических исследований, показатели эффективности того или иного режима. И они обоснованы. Это не какая-то блажь, которую придумал ваш доктор, для того, чтобы как-то отказать вам в лечении. Это не так обычно. Спасибо. А еще я хочу вас пригласить на наш форум «Белые ночи», который будет в онлайн-режиме. Там будет пациентская сессия. Пожалуйста, подключайтесь, смотрите. Там много всего интересного будет. Продолжение следует...